SCP-935. Древние игральные карты. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-935. Хранится в стандартной камере содержания в зоне 19. Объект постоянно должен находиться под наблюдением. В случае подтверждения исчезновения объекта, агенты обязаны начать слежку за всеми известными носителями ДНК-маркера БОУ-1А. Каждого носителя на должность в фонде последует подвергнуть генетическому тестированию на ДНК-маркер БОУ-1А. Если тест будет признан положительным, то субъект должен быть помещен под наблюдение агентов организации. Инструкция на случай дематериализации SCP-935 предполагает в первую очередь установить наблюдение за всеми носителями ДНК-маркера БОУ-1А. До начала работы с объектом агенты должны быть проинформированы о том, как наилучшим образом выявить таких субъектов. При каждом повторном обнаружении SCP-935 он должен вновь поступать в ведение фонда, а в его условия содержания следует вносить соответствующие правки. Описание. SCP-935 является коробкой игральных карт, сделанной, по-видимому, в 1700 году в Броденбурге, Германия. Все карты из SCP-935 довольно сильно изношены, однако все еще могут использоваться. На коробке напечатаны слова «Знай, что я верую в твою жизнь, но не в твою смерть». На фотографии. Карты из SCP-935. Если хотя бы одну из карт отдалить от коробки более чем на 3 метра, то вся колода мгновенно перемещается в SCP-935. Испарений и осадков после перемещения обнаружено не было. Покадровый просмотр записи с камер высокоскоростной съемки также не дал результатов. Если каким-то образом повреждать или изменять карты, то это в полной мере отражается на их состоянии, вплоть до того момента, как они не переместятся в коробку, где возвращаются к исходному положению. В дополнение к вышесказанному, необходимо отметить, что повреждения, нанесенные самому SCP-935, со временем восстанавливаются. К примеру, надрез на крышке SCP-935 привел к выделению волокнистой ткани, которая покрыла поврежденную зону, стянула края и склеила их. На полное восстановление понадобилось 3 минуты и 47 секунд. Когда возраст субъекта, носитель ДНК-маркера БОУ-1А, достигает 41 года, SCP-925 телепортируется к этому субъекту и попадает в его распоряжение. Если попытаться изъять SCP-935 из субъекта в первые 78 часов после его появления, то объект незамедлительно вернется к его владельцу. Все бывшие обладатели SCP-935 пропали в течение 78 часов, за одним исключением. За то время, пока объект находился на содержании, не менее шести объектов исчезли после того, как SCP-935 оказался в их распоряжении. Помимо этого, до постановки объекта на содержание исчезло по приблизительным оценкам 67 человек. После появления объекта во владении субъекта вместе с картами из SCP-935 появится подробная инструкция к специфической игре, в которую должен будет сыграть субъект. В инструкции указано, что любой обман приведет к смерти субъекта, однако исследования, направленные на субъектов, попавших под влияние SCP-935, показывают, что субъект умрет вне зависимости от того, сумеет ли он выиграть. Во время игры SCP-935, похоже, делает свой ход сам, а когда партия заканчивается, перемещает карты в изначальное местоположение. Приложение «Список инцидентов» с SCP-935. 4 мая 1645. Письмо преуспевающего итальянского торговца к его жене, в мельчайших подробностях описывающее SCP-935. 4 мая 1645. Джон Ролл из Бостона признан без вести пропавшим вскоре после того, как покончил, закончил карточную партию с SCP-935. Первое сообщение о появлении SCP-935 в Северной Америке. Организация не смогла заполучить объект на месте происшествия. 19 июня 1890-го. Джон Ролл, младший, покончил с собой поблизости от SCP-935. Позже выяснилось, что объект исчез из рук полиции. 30 августа 1895-го. Элиза Дьюк и Джейкоб Ролл исчезают сразу после того, как выходят из дома и садятся в дилижанс. Захватить объект не удалось. 3 декабря 1924-го. SCP-935. Сфотографирован на месте убийства мак Дугласа маленького Большуна Боу-3-го. 4 июня 1953-го. Сьюзанна Карлита пропадает из своего дома. SCP-935, разложенная для игры в пассианс, попадает в ведение фонда. Сьюзанна Карлита является прямым потопком Мак Дугласа Боу-3-го. 3 февраля 1956-го. Адриан Боу, занимавший в фонде должность полковника, погиб в автомобильной аварии к северу от Сан-Франциско. Его сын, Эмори Боу, ученый-исследователь из зоны 19, обнаружил SCP-935 на месте катастрофы и начал его изучение. Аномальные свойства проявились немного позже. 8 января 1962-го. После смерти Эмори Боу была сформирована комиссия по выявлению всех возможных носителей ДНК-маркера Боу-1А. Генерал Боу возглавил эту комиссию. 10 декабря 1962-го. Эм. Засекречено. Засекречено. Был смыт в море отбойным течением во время отпуска в Малибу, Калифорния. 14 месяцев спустя его тело вынесло на берег Порт-Он-Анджелес, штат Вашингтон. SCP-935 был найден в содержимом его желудка. Так как раньше засекречено не было в списке предполагаемых субъектов изучения комиссии Боу, с особым условием содержания объекта были внесены поправки, а также было проведено исследование родословной засекречено с целью определить его связь с семьей Боу. 30 августа 1964-го комиссия Боу заканчивает составление генетических карт всех субъектов, которые могут быть затронуты воздействием объекта. Полный список содержит не менее шести субъектов в возрасте от 29 до 40 лет. Генерал Боу является наиболее вероятным кандидатом на то, чтобы стать следующей жертвой SCP-935 и отстраняется от командования. 9 июля 1970 года генерал Стэн Боу умер во время нарушения условий содержания в зоне 19. Расследование причин инцидента показало, что генерал Боу поручил персоналу, ранее находившемуся под его командованием, спровоцировать нарушение условий содержания SCP-935, чтобы тот уничтожил SCP-935 и предотвратил его смерть. Во время нарушения условий содержания еще пять аномалий вырвались из-под контроля, и некоторые из них нанесли ущерб камере SCP-935. Во время восстановительных работ тело Стэна Боу было найдено в убежище в окружении игральных карт, идентичных SCP-935, на каждой из которых были написаны слова «Обман, пойман, вор». Смерть наступила в результате того, что карта разрубила стволовой отдел мозга. Приложение. Документ был изъят из квартиры Стэна Боу после инцидента от 9 июля. Если вы читаете это, то, скорее всего, все уже закончилось, я покойник, потому что сжульничал, а эти чертовы карты, или что они вообще такое, все равно выиграли, и уже переместились к еще кому-то, кому желают смерти. Но это мелочи. Это повторялось уже кучу раз. За то время, пока я работал в комиссии, изучал и буквально преследовал каждого своего второго внучатого племянника в третьем колене, мне это виделось так ясно, как никогда раньше. Оно не дает нам мухлевать, и поэтому мы находимся в равных условиях. Честно говоря, оно показывает нам спастись. Это похоже на древние реликвии, которые тоже разрешают нам избежать смерти, так или иначе. Но это привязалось к нам зачем-то еще. Какая-то другая семья откуда-то с другого конца смета, откуда-то кто-то украл эти проклятые карты. Оно должно быть сыгралось с ним, или просто досталось ему, или еще что-нибудь. Но мы не можем найти их. Это бессмысленно. Когда оно ловит людей, они уже не жильцы. Может быть, оно думает, что нам достанется что-то вроде награды за то, что мы хорошие, честные люди, и будем играть по его правилам. Но оно в нас верит. Я не хочу этого. У меня есть план, который не проработает и нескольких минут. Сущая ерунда, допустим. Но это игра для двоих. Надеюсь, в конце концов, оно от нас отстанет и найдет себе кого-то еще. Приложение. 19.07.2000. Фред Боу был признан последним субъектом-носителем ДНК-маркера Боу-1А. За то время, пока субъект находился во владении субъекта, Боу удалось победить SCP-935 в игру войны. Примечательно, что после этого события все изображения на SCP-935 стали напоминать субъектов когда-либо, пропавших из-за воздействия объекта. Текст, обнаруженный на SCP-935, также видоизменился. После завершения игры Фред Боу никоим образом не пострадал. Спасибо за игру. Прими наше поздравление. Мы все очень счастливы и гордимся тобой, Фред. Мамочка и папочка, братья и сестры, все аплодируют твоей победе. Ты смог победить без мошенничества и не обходя правила. Мы все очень рады, что теперь ты свободен и все закончилось. Воздаяние тебе. Отсутствие воздаяния. Настал счастливый конец. SCP-935 сохранил свои регенеративные свойства. И в данный момент ведется разработка условий содержания для объекта. Реклассифицировано как безопасный.